25 января 1972 года в нашем роддоме родился миллионный житель города Минска. Благодаря его рождению в столице началось строительство метро. Ведь только в городе-миллионнике мог появиться подземный транспорт. И главный врач с трепетом относится к каждому факту, связанному с 70-летней историей больницы. Показывает, что в 47-м здесь была скромная медсанчасть тракторного завода. И не без гордости отмечает, сегодня это 11 суперсовременных корпусов. И в каждом свои достижения. В родильном доме ежегодно появляются на свет больше 5,5 тысяч малышей. Недавно здесь открыли отделение повышенной комфортности, где больничные условия стали почти домашними. Есть такое понятие «роды без страха». Условия должны быть максимально приближены к домашним. Возможность пребывания родственников. Роды должны протекать максимально естественно. Она должна быть минимизирована кушерской агрессии. Но в то же время, самое главное, что высококвалифицированная помощь должна быть оказана в случае возникновения каких-то осложнений. И пока в одном отделении начинаются истории тысяч новых жизней. В другом делают все, чтобы их не омрачала болезнь. Именно в шестую больницу обращаются при сложнейших переломах и повреждениях костей или суставов. Травматология и протезирование. В этой сфере здесь выполняют самый большой объем операций в стране. Навременно работают 13 операционных столов только травматологического профиля. Учитывая, что у нас в клинике находится республиканский центр хирургии кисти, то, конечно же, достаточно уникальная операция для всей республики. Это операции по травмам и заболеваниям кисти. Каждый день их порядка 20 операций выполняется. Сохраняя опыт, здесь совершенствуют технологии отделения эндоскопии. Самое молодое в больнице. Исследования желудочно-кишечного тракта и бронхов проводят тончайшим зондом. Определяют опухоли на самом раннем этапе. И все это на оборудовании, которое еще вчера только появилось на мировом рынке. Мы первые в этой стране в 2009 году, еще даже не будучи отделением, начали установку интергастральных баллонов для нехирургической коррекции веса. Мы первые в нашей стране в 2012 году начали видеокапсульную эндоскопию. И успешно ее продолжаем. Мы первые в стране внедрили трансназальную гастроскопию. Аппаратик висит рядом со мной. А главным подарком к юбилею здесь называют открытие Центра трансфузиологии. Сюда приходят те, кто готов стать донором. Здесь проводят лабораторные исследования. Отсюда кровь доставляют в больницы, где она экстренно нужна. Если в 80-х в этой клинике обрабатывали 600 литров крови, то сегодня объем бесценного для жизни материала превышает 17 тонн. Это хороший итог тех сил и тех наших эмоциональных и физических вложений, которые мы сделали, чтобы случился этот центр. Он имеет очень хорошую функциональную начинку. Он имеет классных специалистов. И я думаю, что это хороший такой заряд бодрости для перспективы в развитии службы для наших коллег. Единственное, чего в день 70-летия нет в коридорах шестой больницы, это ощущение праздника. Здесь привыкли считать своей наградой результат. Но даже во время интервью главный врач то и дело вынужден прерывать разговор. Потому что каждый телефонный звонок для кого-то может быть жизненно важным. Доброе здоровье. Анна Волковец, Дмитрий Буй, Наши новости ОНТ.